ну и подбираемся к самому интересному и вкусному эта композиция так называемая от куска когда мы начинаем рисовать какой-то элемент и потихонечку дополняем 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 всю картинку до полностью скажем так залитого одним композиционным пятном разворота в котором куча элементов пересекаются как-то друг с другом взаимодействуют и сочетаются в какую-то безумную интересную иллюстрацию которую просто так не придумать и не запланировать я хочу показать пару своих разворотов на эту тему первый достаточно простой это карандашные наброски руки то есть я там зарисовала один раз эту руку потом второй третий в общем таким образом заполнила весь разворот своими руками где-то они не пересекаются вот в одном месте друг на друга наехали мне очень понравился эффект такая прозрачность невесомость получается ну и в целом это конечно интересный процесс заполняет что-то вот так вот аккуратненько подстраивая друг под друга эти элементы и второй сюжет по который построен по той же схеме это такой вот разворот со кучи всего то есть действительно как он складывался да я зарисовала пасту зубную пасту своего ребенка ну и потом пошло поехал до немножко здесь немножко там здесь листик тут бананчик здесь между ними еще что-то влезло и вот так вот он сложился последнее что я здесь зарисовала это было скорее всего вот этот вот на хайлайтер а все остальное но здесь вот по планам да можно посмотреть то есть что сверху то и первое добавилось листики зарисовала сразу два просто долго думала какое-то время скажем так думала какой из них закрашивать до конца какой оставить таким прозрачным чтобы они как-то выделялись друг на фоне друга соответственно какой основной принцип так когда мы собираем такие композиции это как бы думать уже вот от этого куска сделали что-то и потом вот например я зарисовала эту пасту чем бы мне ее дополнить да то есть если я зарисую тут еще какой-то аналогичный предмет такого же цвета или такого же по форме объема то будет наверное немного скучно поэтому я интуитивно начинаю как бы принимать решение взять что-то совершенно отличное по форме данном случае это были листочки которые вот такие вот мелкие дробные да в отличие от цельного куска этой пасты и так далее здесь пришла некоторая симметрия такая по цвету и по сюжету я нарисовала банан и было очень даже в тему добавить жвачку который тоже с бананом да и такого же цвета ну и в общем вот так вот можно внедрять какие-то элементы в один общий сюжет получая при этом довольно цельный как ни странно разворот а цельный он опять же еще за счет чего за счет одинаковых текстовых ставок я тут вставляла каллиграфию где-то кусочками где-то просто текстовые блоки они вот так вот нужно то здесь то там мелькает там опять же создает какую-то общность есть некоторая графическая проработка до похоже то есть плюс здесь еще листики которые мелькают и в одном листе и в другом одинаковые до рябиновые но они разные но это как бы по сюжету листья с одного и того же дерева и здесь важно было объединить это пространство одинаковыми по цвету тенями тут использовал индиго и добавляла его туда где хотела положить падающие от объектов тени это были мои примеры есть более заковыристые скажем так примеры из интереса с моих досок это такие вот сюжеты где сразу и непонятно что вообще произошло да то есть потом можно их разглядывать и рассматривать и понимать что вообще откуда взялось и кто кого дополняет да что у нас есть совершенно отдельные объекты но здесь я бы уже рассматривала супер полноценно все текстовые вставки как отдельные блоки которые имеют значение когда мы планируем вернее не планируем композицию от куска потому что они создают там такие вот нужные паузы нужные акценты до графические опять же их можно делать разных цветов и все они становятся сразу полноценными участниками всей этой безумной композиции от куска и опять же здесь объединение по цвету да можно проследить очень четко еще одна похожая композиция где есть вот человек сидит скучающий наблюдают вот это безумие которое вокруг происходит какие-то кошки какие-то знаки детали слова диалоги судя по всему в общем много всего интересного и не последнюю очередь играет текст в этой композиции супер сложная композиция где вот ощущение какого-то очень шумного города сразу потому что здесь много всего много всех много разных ракурсов много разных объемов и вот и машина едет и люди которые какие-то идут они тоже чем-то разговаривают переговариваются кто-то в графике кто-то в цвете чем все это смотрится очень сочно насыщенно и при этом цельно чуть-чуть попроще но с тем же смыслом композиция тут у нас есть много воздуха да вот такое одинаковое чистое свежее зеленое пространство но в целом мы вот видим да то что скорее всего история как развивалась тут какие-то посиделки у камина и вот зарисовки людей еды там каких-то деталей каких-то вот допустим здесь просто ноги торчат да а сверху уже пошли какие-то силуэты животных и людей ну и здесь понятно это вообще классика это когда художник рисует как он рисует очень красивый разворот абсолютно графический объединен очень круто по цвету потому что тут у нас мелькают всего три цвета это красный синий голубой но и черный вот еще где-то мелькает но черный за цвет мы принципе не считаем это хромат и вот вот так вот тоже складывается из-за дополняющих друг друга пятен совершенно незапланированных хаотично сложных один большой какой-то сюжет один большой и цельный красивый разворот по судя по этим разворотам от куска становится понятно что не все и не всегда планируют развороты это логично это естественно и это прекрасно но я бы хотела сказать то что собирать такие сложные много компонентные развороты спонтанные и кажущиеся немножко бессмысленными на самом деле сложно потому что здесь сразу нужно принимать очень много решений по пути да как дополнить так чтобы это было хорошо и можно начинать с небольших вот элементов да то есть сделать один элемент а к нему как бы добавить еще один на этом остановиться чтобы потом разрастись вот такую вот сложную композицию на целый большой разворот и конечно очень помогает делать спонтанные такие хаотичные развороты достаточное количество изначального планирования с другими разворотами то есть когда мы продумали там 5-10 разворотов до этого то потом это уже происходит немного автоматически и мы можем делать именно спонтанно и не задумываясь потому что очень много решений уже принято в нашей голове на тему того как мы рисуем как можно рисовать как мы привыкли рисовать и как получается хорошо как плохо то есть весь этот богатый опыт постепенно накапливается у нас в нашей голове в наших руках и позволяет нам как раз рисовать легко поэтому таким вот резюмирующим моментом я бы хотела сказать что хорошо все хорошо и планировать особенно на начальных этапах и конечно же хорошо себя периодически отпускать давать волю своим рукам и спокойно собирать развороты из непонятно чего совершенно хаотично и спонтанно и тогда будет появляться гармония как в ваших спонтанных скетчах так и ваших запланированных которых также важно периодически подливать немножко творчеством